Через две недели в здании небольшого театра начнутся ремонтные работы. Почти три года ТЮЗ будет показывать свои спектакли на других площадках города и области, а также активно гастролировать. На реконструкцию театра запланировано потратить порядка 500 миллионов рублей. Из них больше 300 миллионов рублей федеральные. Все необходимые процедуры для строительства здания пройдены. Проект готов. В него вложены средства и много сил. Спасибо этому умелому, уютному дому за то, что он 17 лет нас здесь согревал. Но приходит время и должно прийти на смену старому молодое. Это здание не является ни памятником архитектуры, не является ни объектом культурного наследия. Но здесь должен быть театр и это должно быть театральное здание. Однако, как только стало известно о начале реконструкции театра, в соцсетях активизировалась группа ульяновских архитекторов. Они выступили против сноса старого здания, как они подчеркивают бывшего кинотеатра «Родина», приписывая его к образцам сталинского ампира. Чтобы разобраться в ситуации, услышать мнение, архитекторов пригласили на совещание Министерства строительства, которое прошло прямо в здании театра с участием его руководства, актеров и двух министров региона. Для меня проблема. Нет главного архитектора, который ставил бы точку во всех спорах, дискуссиях и принимал решение, и главное – ответственность. А у нас всегда с вами получается немножко такая игра. Мы все возмущены, а ничего потом не меняется. Каждый плывет в своем направлении. Министр искусства и культурной политики региона напомнила, что реконструкция пройдет по нацпроекту «Культура». А это значит, уж простите меня, отчетность за реализацию этого проекта попадает ежедвортально на стол премьер-министру и президенту. И вы понимаете, что есть сроки, есть планы, графики и так далее, в которые все должно быть сделано. И вы понимаете, что 337 миллионов федеральных денег на проект больше никто второй раз не даст. Как рождался проект, которому, собственно, и есть претензии у архитекторов, на совещании рассказал министр строительства и архитектуры региона Константин Алексич. На тот момент он был директором Ульяновского облстройзаказчика. Его организация являлась техническим заказчиком данного проекта. Проектная организация согласовывала все планировки по всем нормативам, новым действиям, они на сегодняшний день достаточно жесткие. где-то полтора года, да, от начала и до конца. То есть настолько скрупулезная была работа, что когда уже министр культуры узнал, что у нас проект еще не в госэкспертизе, а он все еще переделывается, там, не знаю, шестой или седьмой раз, она, мягко говоря, ругалась. По словам министра строительства, госэкспертиза еще 10 дней работала до полуночи, чтобы успеть подать документы и попасть в госпрограмму для федерального финансирования. Это не детище одной какой-то проектной организации, какого-то одного архитектора, а это детище было целой рабочей группой и большого творческого коллектива. Для чего же архитекторы, зная, что все этапы подготовки к реконструкции пройдены, подкинули ложку дегтя, по сути, театралом? Я только за то, чтобы город развивался системно и с учетом мнения профессионалов, не на завершающих этапах, а в самом начале. В самом начале, когда у нас появляется задумка, появляется идея, мы все собирались и ее обсуждали. Но мой посыл, я уже сказал, да, он скорее не к вам, а, наверное, к вам. Последние слова были адресованы министру строительства и архитектуры. Этим своим посылом, видимо, как подытожил министр, архитекторы решили убить ребенка, чтобы отомстить родителям. При этом министр не раз напомнил, что двери его кабинета всегда открыты, и он готов к диалогу. Чем плох проект ТЮЗа, по мнению архитекторов? Так никто на совещании не услышал. Зодчи дали понять, что правки в него будут вносить не за дружбу, а за оплату. По словам директора театра, архитекторы, которые сидели в зале, заходили в ТЮЗ и раньше. Даже знакомились с условиями работы. Однако три года назад, когда был объявлен конкурс на проект, ни один из них заявку не подал. Их не устраивала финансовая сторона вопроса. К счастью, артистов Ульяновского ТЮЗа активно поддерживает и на региональном, и на федеральном уровне. И то, о чем вы мечтали, сбудется. У вас будет театр такой, каким он должен быть в 21 веке. Чтобы приезжающие сюда чувствовали себя комфортно. А реконструкция здания действительно давно назрела. Условия, в которых работают актеры, технические работники театра стали невыносимыми. Они никогда о них не говорили, но теперь были вынуждены это сделать. Это их крик души. Актеры поделились, о чем они мечтают. Для меня, как еще для молодого артиста, важно это репетиционный зал с зеркалами. Никогда бы не думал, что зеркала для меня будут иметь такую огромную роль. Чтобы увидеть какие-то свои ошибки, что-то где-то подправить. Вот элементарно репетиционный зал. По сути, у артистов одна гримерная комната, просто разделенная шторками. Во время спектакля, особенно если в нем задействованы все 15 человек, переодеваться здесь очень сложно. Вперед пропускают тех, кто выходит первым на сцену. Гримерки не оборудованы самыми элементарными вещами. Это самое, что нужно актеру, это, во-первых, санузел хотя бы. Это раз. Потом душ должен быть в гримерке, потому что артисты после спектакля, особенно в два акта, в три акта, они, извините меня, мокрые. Ему хотя бы надо смыть себя этот пот творческий. И готовятся к спектаклю все артисты по-разному. Один песни поет, другой любит посидеть в тишине. Конечно, в такой общей гримерке о тишине не может быть и речи. Я считаю, что мы достойны хороших условий. Не только, чтобы мы дарили свое творчество, но и мы могли наслаждаться рождением всего этого в хороших условиях. В театре практически отсутствует закулисное пространство, тогда как в некоторых спектаклях приходится переодеваться за 15 секунд. Артисту приходится это делать, можно сказать, на одной ноге и на ходу. Интересно, за все время существования театра зрители не замечали никаких заминок. Когда мы вышли из гримерной, Евгений Юманов показал, как он отдыхает, если в день три спектакля. Кушеткой ему служат подушки, разложенные между рядами кресел. Сегодня в репертуаре театра 20 спектаклей. Но уже сейчас декорации стоят в фойе. К примеру, этот автомобиль или скамейки. Костюмы в несколько десятков тысяч рублей находятся на первом этаже под лестницей рядом с туалетом для зрителей. Буфет пришлось закрыть, там тоже декорации и костюмы, а на полу дорогостоящее оборудование. В результате ремонта здание увеличится по площади в 10 раз на том же небольшом земельном участке. И подрастет еще на один этаж. При этом значительную часть деревьев планируется оставить в части сквера, где будет находиться летняя сцена. Новый зрительный зал станет более вместительным. Вместо 180 мест там появится 300. Здесь же будет театральная школа для молодежи. Тоже давнишняя мечта театра. С новым изданием все мечты артистов и зрителей воплотятся в жизнь. А мы будем наблюдать за развитием событий вокруг ТЮЗа. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Владимир Куликов. Новость Улл. Правда ТВ.